один я тебя сделал соорганизатором будем начинать да я думаю что да да давай народ есть добрый вечер всем тем кто сейчас я выключу эти стуки сейчас к тебе еще куда идет я выключу сейчас звук чтоб он на поскольку я смотрю глазами то не надо добрый вечер всем кто участвовал до сих пор в нашем курсе и те кто сегодня присоединился тема сегодняшнего нашего занятия как она была заявлена библейская история и археология земли израиля схождения и расхождения и в основном мы будем заниматься историей про отцев и материалом книги ушло я как бы сделаю некоторое общее введение вот и постараюсь как можно скорее перейти к текстам насколько как я уже прошлый раз говорил я не археолог так я пожалуй начну я пожалуй начну с того что упомяну некоторое высказывание рамбома которая содержится в мурэн вухим знаменитым его произведение философском последним во второй части мурэн вухим 25 если не ошибаюсь в главе где он обсуждает вопрос о сотворении мира и это тогда был вопрос очень горячий сегодня горячего просто отношения между танахом торой история археологией литературоведением а в те времена в средние века в 12 веке горячим вопросом было взаимоотношения тора и физики сейчас то уже несколько ушло вот и вот он говорит о сотворении мира примерно следующее что сам по себе факт сотворение мира не является доказанной вещью и вообще-то говоря мы в равной степени могли бы принять и факт сотворенности мира и факт его вечности так как это подает аристотель то что тора говорит о сотворенности мира ничего еще не значит потому что говорит рамбом тора часто излагает свои идеи в аллегорической форме так что в принципе теоретически говоря мы могли бы даже принять идею о том что мир вечен хотя это написано так как будто бы мир сотворен подобно тому как мы знаем пишет рамбом что бога нет образа и телесного выражения в то время как вторе постоянно он изображается на таким образом и говорит рамбом здесь что единственное что может нам позволить не принять теорию аристотеля как бы убедительно она не было это то что она тоже недоказуемо и пока пишет рамбом никто не доказал правоту аристотеля мы я предпочитаем придерживаться идеи о сотворенности мира или уж по крайней мере о ее некой модификации в духе платона который говорит о том что материальные сущности не могут быть вечными они какой-то момент перестают быть а вечными являются лишь субстанции духовного порядка вот из этого мы понимаем независимо от того я сейчас не буду говорить о том какие трактовки давались этому тексту рамбом а мы понимаем по крайней мере одно что рамбом не боялся того что ему кто-то когда-нибудь может доказать что мир вечер это его не страшило по разным причинам теперь как бы переходя отсюда к нашей тематике я сразу скажу что ситуация в каком смысле похожая есть большой зазор между тем что на сегодняшний день предлагают нам историки археологи библиисты и тем что рассказывается в торе и в танахе в целом теперь этот зазор действительно большой но при этом заранее хочу сказать что что он не сейчас секунду я куда-то исчез сам окей заранее хочу сказать что этот зазор не обязывает как бы формально говоря нам нас чтобы то ни было менять своих убеждениях по двум причинам одна причина заключается в том что собственно говоря убеждения не могут вообще зависеть от того есть или нет зазор между верой традиции и теми или иными научными моделями а вторая причина это которую излагает трамбом которая состоит в том что как бы научные модели есть научные модели они как бы он конечно еще не знал принципы карла попера о том что как бы научная гипотеза лишь тогда является полном смысле научной гипотезы когда ее можно опровергнуть но в целом как бы идея понятна научные модели они меняются как те самые материальные тела у платона не уходят старые приходят новые вот поэтому и в этом отношении страшится нечем теперь как бы переходя непосредственно к нашей тематике как я уже в прошлый раз говорили я не очень четко поняла разница между первым и вторым а если можем если бы наука более определенная была в принципе более определенные вещи я бы никак не хотел чтобы мои убеждения она влияла даже если она очень это и так это и есть то самое первое с чего иначе вот я и спрашиваю да то есть я не очень понимаю основания а если вот действительно я бы может быть на клетке где сидит собака написано лев не верь глазам своим чему не верить я может быть бы и не упоминал второе объяснение ограничился бы только первым да и сказал бы просто что вера не вера убеждения традиция не верифицируется тем или иными научными посылками но поскольку я как бы привел здесь рамбома который был человеком крайне рациональным и стремился к какому-то наведению каких-то мостов между между откровением и и научными взглядом его времени то я как бы привел эту и это его объяснение которое может быть кому-то покажется релевантным не то чтобы она лично мне скажем было бы необходимо я вижу что это как уже написал да мы как бы насчет богоданности торы и и неизменности мы будем дальше говорить обязательно даже самой торы как бы я сейчас просто не очень хочу входить в такой теологический диффкурс в принципе мне казалось что может быть есть какие-то вещи которые есть такие вещи есть такие вещи мы мы это увидим ну и в какой степени это я продолжаю верить несмотря на то что это абсурдно не соответствует истине вот мы поговорим как бы я я просто не хочу быть слишком абстрактным как я уже сказал в прошлый раз когда девятнадцатом веке с одной стороны очень сильно развивалась библейская наука с другой стороны начался постепенно археологический бум то одним из результатов этого явилось желание целого ряда археологов как мы уже упоминали частично протестантских и католических а частично израильских после образования государства израиль найти смычку и подтвердить стать на местности что пусть не во всех деталях но все таки в целом и общем нарратив танаха соответствует той исторической реальности которую могут нам подать археологические открытия и историческое знание значит притом я сразу же говорю что когда мы например говорим о книге решит и решит рассказывает начиная с 12 главу главы историю семьи это самого начала как бы проблемный момент как можно верифицировать или не вид верифицировать историю семьи история обычно оперирует гораздо более крупномасштабными единицами не семьями народами там скажем уже начиная там книги шмот это немножко легче а тут как бы что-то может подтвердить или не подтвердить тем не менее такой археолог как уильям олбрайт который я упоминал в прошлый раз который копал здесь в израиле в двадцатых годах он стремился действительно подтвердить подтвердить в целыми общем историю праотцев это отчасти еще базировалась на том что как бы была общая такая предпосылка что более менее быт праотцев отражает тот же быть который существует скажем у бедуинов и этот будет не меняется в течение тысячелетий он в общем довольно такой консервативный и поэтому как бы мы действительно видим довольно большое сходство между теми или иными обычаями которые наблюдаются бедуинов-кочевников и того что мы читаем опрац от книги бириши например скажем всякие просто один примерно вскидку там спора колодца пить ссоры на эту тему даже чуть ли не военные конфликты такой в общем я бы сказал отнюдь даже не литературный мотив а вполне такая реалистическая такая деталь вот параллельно с этим были найдены раскопаны разные документы второго тысячелетия до новой эры документы из города мари который находился в сирии документы из города государства хурицкого города государства нузи которая находилась на берегу тигра и из этих документов и некоторых других следовало что по крайней мере часть деталей которые мы вычитываем и грешит находят свое отражение вот в этих деловых от них не художественных текстах для примера такая вот например вещь как бритбейна батареи который конечно в торе описан как такое некоторое мистическое действие но в целом как раз таки мы знаем из мари как раз что бы для того чтобы две стороны заключили между собой союз для этого нужно взять животное разрезать его пополам и и это отсюда кстати сам термин акацкий заключить заключать союз звучит так хаяром каталу некоторые могут уловить похожие на еврейские слова каталу это как ликтоль это убивать а яру а яра да это айр осленок вот убить буквально убить осленка разрезать его на часть теперь это симпатическая магия так называемая из этих текстов это очевидно что там озвучивается что вот если я нарушу союз то пусть со мной случится то что случилось с этим животным я буду разрезан на куски это вот например такой вот пример того что мы находим в нузе нузе это собственно говоря центральный город такого царства метани там были найдены всякие брачные документы из которых в частности следовало что есть такое понятие как брак с родной сестрой это не совсем целиком и полностью совпадало с тем что мы читаем об аврааме вот но все таки какие какие то сходство или например в том же нузе что происходит когда у человека есть две жены вот и одна рожает первенца а другая значит потом сначала будучи бездетной рожает второго сына кому надо отдать предпочтение ответ первому сыну нельзя значит его зажимать он первенец даже если это вторая жена наложница вот то есть действительно сходные черты или еще ну последний пример я приведу мы помним что рахель крадет терафимов теперь терафима это термин не семитский но у нас есть как раз из нузе до нас дошел двуязычный словарь хетско-акадский хетско-хурийско-акадский но в хетском и хурийском некоторые слова одни и те же так вот там переведено появляется термин тарпи который переведен шеду шеду это уже хорошо знакомый нам семитский термин он и в вот божество которое может вредить а может и помогать такой семейный бог домашний типа пенатов вот это просто в качестве таких вот примеров того что там находились какие-то параллели это окрыляло такого археолога как олбрит и он пытался сказать что в общем и целом история прадцев действительно может быть отнесена где-то к началу второго тысячелетия до новой эры был такой принятая принятая датировка вот и даже если есть какие-то определенные неясности тем не менее в целом рассказ подтверждается вот но здесь я как бы представлю аргументы контра довольно как бы быстро стало ясно что рассказах о правоцах есть всякие анахронизмы а это даже не столько вопрос подтверждения на местности поскольку опять-таки когда речь идет о семье довольно трудно что-либо подтверждать на местности вот эти анахронизмы они довольно проблемные которые конечно пытались опять же сторонниками этой гипотезы быть объяснены как как что-то единичное но это в общем такие характерные черты ну начать с того что авраам выходит из ура халдейского а ура халдейского начале второго тысячелетия до новой эры не существовало как центрального города месопотамии благорутур но он никак не был ура халдейский потому что это все происходит уже позднее вавилонскую эпоху то есть в шестом веке до новой эры это один пример анахронизма по крайней мере предполагаем другой пример предполагаемого анахронизма это упоминание филистимлян опять-таки филистимляне появляются в рассказах о праотсах не один раз и проблема заключается в том что в начале второго тысячелетия их здесь просто не было филистимлян не было филистимляне это один из народов моря так называемых судя по всему ахейского происхождения которые появились здесь в результате мощной миграции как своего рода как нашествие гунов если с чем-то сравнить или монгольское нашествие в конце 13 века до новой эры никак не могли появиться в начале второго тысячелетия до новой эры и здесь не было их тогда не существовало вот ну третий анахронизм который обычно принято упоминать в этой связи это хорошо известны нам верблюды которые очень часто упоминаются в рассказах о праотсах а между тем в общем то известно хотя сейчас некоторые это оспаривают но в целом есть консенсус насчет того что одомашнивание верблюдов произошло не раньше восьмого века до новой эры в ассирийскую эпоху никак не в начале второго тысячелетия до новой эры теперь когда эти детали выяснились то естественно есть попытки как-то что-то с этим делать что ну например пытаться менять время которое жили праотцы а в раме цхак и оков перемещать их более позднюю эпоху насколько можно перемещать на из ты начнешь перемещать когда ты закончишь если опять же речь идет о филистимлянах тогда должен переместить их по меньшей мере в 13 век чуть ли не в 12 вроде как это уже то время когда израиль выходит из эгипта а если говорить там о тех же о тех же верблюдах получается еще более еще более позднее время на то есть мы оказываемся в таком немножко замкнутом кругу да миша пожалуйста с верблюдами все в порядке я спицы долго изучал этот вопрос специально изучал статью сейчас напишу если блюдах все в порядке последний статист называется я знаю поэтому я сказал что это оспаривается сейчас оспаривается хотя не все это принимает до школы фенкельштейна считают что это 10 век но даже в любом случае в любом случае как бы там ни было я эти контра привожу хорошо что это миша это упомянул я как бы в общем и целом стал что это оспаривается но это как раз подтверждает мой изначальный тезис что научные гипотезы приходят и уходят вот скажем с этими верблюдами сейчас как бы появляется анти направление который говорит что домашние верблюдов произошло гораздо раньше но как бы вопросы все равно остаются да то есть мы оказываемся в ситуации в общем когда то что попытался сделать тот же олбрейт в общем терпит определенный крах потому что как справедливо как справедливо пишут разные историки те параллели на которые опирались они не привязаны к какому-то определенному времени это как раз вещи которые имели большую продолжительность и существовали веками и поэтому это как раз не дает возможности опираться на какой бы то ни было датировка как раз те анахронизмы о которых мы говорим они действительно приводят к сомнению по поводу того что рассказы о прадцах могут отражать начало второго тысячелетия до новой эры и соответственно как бы сам текст сейчас я не вхожу в вопрос когда текст описались но он как бы получается знаком с гораздо более поздней действительностью вот это что касается рассказов операции основная основной упор я хочу разделать на истории заселения после исхода из египта это рассказы о прадцах это было как бы своего рода тоже такой второй преамбул как бы своего рода примером того как вещи работают неоднозначно теперь как бы исходе из египта во всем что связано в торе мы уже говорили на предыдущих занятиях и я перейду сразу же к тому что касается завоевания земли израиля времена иошу здесь опять-таки была предпринята попытка тем же олбритом и другими археологами как-то верифицировать это дело и на этот раз речь уже шла не об отдельной семье а некоторым глобальном событии оно не могло не оставить следов и действительно и действительно как бы раскопки показали что по крайней мере частично мы находим определенное подтверждение рассказу о таком вот вниз на молниеносном захвате течение одного поколения что же это за подтверждение что же это за находки значит вот их несколько их несколько значит олбрит копал между двадцать шестым и тридцать вторым годом в таком месте которое называется тельбейт мирсим и он отождествил это место с городом двир который упоминается книги иошуа и книги шофтин и этот город небольшой был внезапно разрушен и сожжен в 13 самом конце 13 начале двенадцатого века до новой эры то есть в эпоху так называемой поздней бронзы и следующий слой который там появляется это уже израильские поселения израильские поселения бы они определяются в частности по разным признакам определяются в частности по керамике по характерной керамике у которой нет никаких украшений вот дверь затем второе такое место был бейт эль который находится что его отождествили с арабской деревни бейтин находящийся двенадцати километрах северу от иерусалима и с ним произошла та же самая история он был разрушен конце тринадцатого начале двенадцатого века до новой эры датла сожжен главным главным таким вот называется ударным моментом это уже было гораздо после позже олбрейта в пятидесятые годы это копал и гайли один копал в районе хацора и то что он накопал тоже опять же подтверждало в целом как бы то что мы знаем из книги и ушу и книги шовтим а именно что это был самый укрепленный и самый большой из кананских городов той эпохи и что он опять таки в конце тринадцатого в начале двенадцатого века был датла сожжен ничего от него не осталось вот это как бы таких три опорных точки я повторяю дверь байтель и хацор теперь одновременно с этим обнаружились трещины пока что я надеюсь что мы успеем сегодня перейти к тексту но пока что я представляю такую в целом общую картину первая трещина это было ирихо потому что археологически раскопки в районе ирихо исторического ирихо показали что в эпоху поздней бронзы там ничего не было там вообще не было никакого населенного пункта вот и уж тем более какого-то супер охраняемого и какими-то огромными крепостными стенами города а предыдущее поселение которое было в этом районе датируется четырнадцатым веком до новой эры это было маленькая по нашим представлениям так сказать деревушка не более того значит были делались всякие попытки как-то увязать исчезновение ирихо с чуть ли всяких следов разрушения ирихо с разного рода климатическими и топографическими изменениями на местности но в общем с ирихо проблема вторая проблема это город ай город ай который находится рядом с бейтелем и захвате которого довольно подробно повествуется и иошуа и который обычно отождествляют с таким местным называемым отель который обозначает развалины и это видимо как бы перевод перевода название ай который действительно это обозначает там копали копали но что обнаружили что там действительно был большой город но гораздо раньше он был гораздо раньше он был так называемый древний бронзе еще в середине второго тысячелетия до новой эры вот и а как бы даже даже раньше не в середине в начале как раз второго тысячелетия до новой эры то есть где-то чуть ли не за тысячу чуть меньше лет до предполагаемого прихода туда израильского войска с тех пор как бы и вплоть до заселения израилем этих мест ай ничего собой не представлял там не было населенного пункта вот то же самое касается еще нескольких городов например дивона то есть если подытоживать сейчас этот как бы виток то можно сказать что ситуация 50 50 а то есть есть вещи которые подтверждаются относительно утверждается утверждается в том смысле что в этот предполагаемый период времени произошло внезапное разрушение населенных пунктов ничем казалось бы не спровоцированное а другие вещи не подтверждаются теперь параллельно с этим параллельно с этим возникали всякие различного рода теории касательно появления израиля в ханаань разного теории значит теории вы все я сейчас не не скажу но помимо помимо той гипотезы теории которые пытались подтвердить о молниеносном захвате израильскими племенами хананской земли из того что они пришли с востока значит появляются такие скажем гипотезы согласно которым такие такие археологи как бенемин мазар как их она народе придерживались мнения что имели место не один поход а много разных рассеянные по определенному происходивший не в одно и то же время не на протяжении одного поколения нескольких иногда мирные иногда военные значит вступление израиля на эту территорию значит такие исследователи как немецкие исследователи 20 века как альбрехт альт и мартин нотт считали что что израиль проникает ханаан с востока действительно но абсолютно мирным путем занимая ненаселенные земли к востоку от основных ханаанских городов государств и лишь потом начинаются столкновения с ханаана теперь была еще такая теория которая впоследствии была в общем подвергнута полной критики но свое время двадцатом веке в середине двадцатого века она была такой довольно модный принадлежала американскими исследователями менденхолу и год вальду согласно которым происходила социальная революция что на самом деле израильские племена которые воевали с канонами это не что иное как крестьяне восставшие против своих господ сбросившие их игорь и попытавшиеся от них избавиться значит то свое время мы говорили о единственном упоминание израиля то в ту эпоху стеле мирный фараона мир не птаха раз самый конец тринадцатого начала второго двенадцатого века до новой эры там это упоминается как на жители которые уже находятся в этой земле живут там были еще всякие попытки связать связать израиль с разными группами населения упоминавшимися в египетских источниках в частности телеманском архиве четырнадцатого века до новой эры хапиру или опиру которые представляли собой такие группы скажем так асоциальных элементов которые нанимались иногда каким-то не было армии а иногда служили в качестве ракетиров но нечто похожее на то что давид книги шмуэля предлагает наваль вот другие пытались связать это с термином шасу упоминаемым более поздних египетских источниках во времена рамсеса третьего группы кочевников грабителей которые приходят в египет носят вред полям которые бесчинствуют хана они вот в общем это как бы всевозможные гипотезы которые перифицированы не были последнюю такую гипотезу перед тем как я дам время для вопросов и надеюсь все таки приступлю к тексту я гипотеза который придерживается школа израиля фенкельштейна утверждает примерно следующее что не было никакого вторжения вторжение не было что речь идет о местных жителях которые заселяли на горе в отличие от центральных хананских городов которые находились на равнине и на побережье там же находились и филистимляне вот они заселяли горы это были маленькие маленькие поселения кочевые которые постепенно постепенно со временем превращались сельскохозяйственные поселения сначала были такие небольшие семейные клан и на вопрос что собственно говоря отличало этих поселенцев от остального населения хананской земли ответ который дает фенкельштейна его школа отличие основное заключалось в том что среди костей жертвенных а также поедаем животных не было найдено костей свиньи в отличие от того что находится у филистимлян или тех же хананских родах государства значит не было костей свиньи в этих поселениях не было найдено то есть это какой-то очень исходный древний с точки зрения фенкельштейна такой вот раздел теперь последнее что я упомяну это очень известный спор который происходил несколько десятилетий тому назад между израильским археологом адамом зарталем с одной стороны и другим израильским археологом собственно одним но он просто как бы адаму зарталю отвечал археологом по имени за герцог герцог и спор шел по поводу жертвенника обнаружен обнаружен на горе и валь на горе и валь адам зарталя который там копал обнаружил жертвы этот жертвенник о признакам раз разным признакам очень был похож на тот жертвенник о котором рассказывается книги его шоу в восьмой главе которым еще упомянем впоследствии и вот и который был поставлен там его шоу в соответствии заповеди то я дам зарталь тогда как бы объявил чатал что вот найдено вполне определенное свидетельство за истории захват этот жертва это оспаривалась это оспаривалась разными археологи археологом частности цевим герцогом нельзя сказать что здесь обошлось без идеологической и политической подоплюки как вы понимаете объективность таких делах не всегда легко соблюдать и я думаю вас не удивит то что археологи которые пытались подтвердить израиле особенно во второй половине двадцатого века после шестидневной войны те или иные сообщения и станаха это были в основном археологи правой часто религиозной ориентации в то время как те которые это опровергали были часто левой и светской ориентации иногда можно было действительно указать на непосредственное влияние идеологии и политики на те или иные высказывания но в целом я все-таки хотел бы подчеркнуть что это на мой взгляд повторяю непрофессиональным смысле археологии на то что я читал знаю интересовался это все-таки периферия в целом дискурс велся на достаточно достойном академическом уровне подытоживая все то что я сейчас сказал ответ примерно такой который повторяю дает рамбам касательно сотворения мира доказать нельзя полностью опровергнуть нельзя полностью его это как бы устраивало может кого-то другого это устроит тоже кого-то это может звучать как-то успокаивающе а может быть и нет повторяю более радикальный на мой взгляд методологически более оправданный подход заключается в том что следует разделять все таки тексты танаха которые не писались исходно как тексты научные в нашем сегодняшнем понимании этого слова и те научные модели те научные гипотезы которые предлагаются историками и археологами на основании тех или иных открытий это все-таки два разных мира которые не должны зависеть друг от друга на мой взгляд они должны быть полностью автономны не археологи не должны на мой взгляд сейчас то в общем более-менее ясно стремится к тому чтобы что-либо подтвердить или опровергнуть равно как и танах не для того создавался чтобы опровергать или подтверждать те или иные научные модели ну вот как бы это затянувшаяся преамбула до входа в текст теперь перед тем как обратиться в текстом и иошуа если есть желание задать вопросы пожалуйста напоминаю наш регламент вопрос или замечание до двух минут на чтобы дать возможность во первых другим слушателям что-то сказать если они хотят и как-то продолжить наше обсуждение пожалуйста а миша пожалуйста последнее время прочел много статей по археологии я в этом ночью понимаю у меня сложилось впечатление что конфликты школы с другими археологами это не столько конфликт правых и левых сколько конфликта иерусалима и тель-авива ну опять же все зависит от того как смотреть действительно школа фенкельштейна это тель-авивская школа верно хотя я думаю что иерусалимская школа отчасти как бы вдохновляется тем что это иерусалим это тоже вещи не случайно не имеют какое-то символическое значение очевидно что это было так в начале деятельности израильских археологов таких как скажем тот же или один венимин мазар ароний для них это было важно существенно иерусалим это колыбель которую с которой все связано найдем свое время до монархической эпохи когда поговорим об этом вот кстати в скобках я сейчас не хочу в этом ходить но вообще семья потомственная семья археологов семья мазар меня мина михай вот и лат мазар которая копала в иерусалиме и не так давно до своей смерти безвременной она говорила о том что она откопала некие артефакты которые связаны с дворцом царя давида что конечно опять же повлекло с собой и отрицающие реакции тоже но это как бы разные школы окей еще кто-то хочет что-то сказать перед тем как мы перейдем к текстам какой-то или научный какой-то такой более-менее рациональный подход делается с чем мы имеем дело то есть история это все тонах тарас особенно это не летопись вот почему нас это интересует есть программа то что время правый левый туда сюда действительно есть и прагматический такой интерес связанный с правом на аэросисраэ до сейчас который актуал вот это единственный интерес так сказать для нас сейчас потому что все остальное это как бы то что касается исторической науки это пожалуйста она может использовать и тонах и тору для исторических изысканий ну хорошо я бы я понимаю поэтому я специально как бы на это не хочу заострять внимание на этой политической ангажированности что касается того что такое тонах и тора кстати в скобках отмечу миль я прочитал вашу статью и я отвечу через на то на ближайшие дни вы получите ответ вот а что касается того история это или не история вот как раз приступая к текстам я бы хотел об этом немножко поговорить я хотел бы об этом немножко поговорить перед тем как мы начнем читать текст смотрите я думаю что само понятие истории или точнее историография но конечно нуждается в некотором определении с нашей сегодняшней опять же с модернистской точки зрения может быть то что описывается в торе и в ранних пророках а также книга хэзра на хемме и дима и мим это не совсем история потому что когда современные историки что бы то ни было описывают они как бы во-первых оперируют некими фактами которые основываются не только на традиции но на консенсусе касательно их верифицированности а кроме того они опять же говоря в исторических событиях не вносят туда никогда божественный элемент а это не пропускается речь идет о человеческой истории в этом смысле конечно то что описывает тонах в торе повторяю хранить пророков и еще некоторых книгах современной точки зрения не совсем история потому что опять же очень многое основывается на собирание неких традиций которые которые опираются и в древности это было нормальным совершенно делом знаменитый отец греческой истории геродот напрямую пишет что он опирается на теле на и дошедшие до него традиции слышал о которых ему рассказали вот а кроме того разумеется эта история в которой бог всевышний играет непосредственную роль принимает непосредственное участие он ту историю собственно значительной степени вершит однако я хочу подчеркнуть еще раз что тонах для своего времени в общем-то уникален именно тем в контексте нашего обсуждения что это в общем единственное произведение которое пытается построить некоторые исторический нарратив очень цельный от некоторой начальной точки до определенной точки в истории можно сказать от сотворения мира и до разрушения первого храма ну а потом есть книги уже после возвращения из плена книги на хамме вот и аналога этому в те времена не было есть разным различного рода она исторические анналы например ассирийские хецкие но такого цельного повествования мы не находим нигде и это повествование в общем то имеет из вполне ясные историографические цели она не просто описывает какие-то отдельные факты она выстраивает цепочку самую причинно-следственную цепочку которая понимается конечно в терминах воздаяния преступление и наказание свое время такой исследователь который я уже упоминал как мартин нот двадцатом веке сал книгу под названием дифтерономистическая история которую он утверждал что книги начиная от дворим кончая малахим это как бы есть произведение некоего одного автора которого называют дифтерономистом который пользовался опять же разного рода традициями но он их все собрал и создал некое единое цельное произведение значит так что по своему стимул по по своему по своей композиции по крайней мере это историческое произведение которое может пониматься и не только читаться не только как историческое можно прочитывать массой разных способов трактовать объяснять но как бы есть некоторая ось это оси историческое существует движение во времени и не не какое-то бессмысленное движение во времени а вполне осмысленное от некоторой начальной точки конечной точки как бы мы эту конечную точку не трактовали тот же мартин нот считал что целью произведения было объяснить разрушение иерусалима и храм вот в этой точке я бы хотел все-таки хотя бы начать обсуждение книги иошуа я бы начать сегодня мы начнем дальше будем продолжать сейчас вы увидите перед собой файл который я приготовил потом будем несколько раз работать значит и вот первое что я хочу на на что я хочу обратить ваше внимание некий взгляд макро на книгу иошуа книга иошуа на самом деле изображает нам два разных сценария захвата страны израиль не один а два что должно как бы нас заставить задуматься первый сценарий который начинается можно сказать второй главы а можно сказать что даже из 1 кончается 12 находит некий итог подытоживается в одиннадцатой главе у нас есть еще аппендикс и и и и там говорится так что иошуа захватил всю эту землю а перечисляется ее различные части скажем на горе га 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 ги и так далее все это было захвачено все цари были захвачены и уничтожены все это делал довольно все это и ушло делал довольно долгое время около где-то видимо 40 лет не было ни одного города за исключением дивона который бы заключил союз с израилем и все это вот мы здесь видим уже вмешательство божественное все это было от бога бог намеренно подобно тому что он сделал с фараоном как бы ужесточил сердца ханаанских жителей с тем чтобы они воевали с израилем и для того чтобы их уничтожить соответственно написано в книге дворим мимо на хриман чтобы не осталось от них ничего так как заповедовал господь муж и и иошуа уничтожил тогда великанов которые населяли эту землю упоминается в ронд вир еще несколько мест великаны которые в частности в торе упоминается книги бамидвару рассказе разведчика не осталось никого из них только лишь только лишь в газе в гатте и в аждоде землях филистинлян и и взял и ушло всю эту землю как сказал господь муж и отдал и ушло ее в наследие израилю по разделению на племена на колено и и война стране закончилась как повествует нам 11 глава неожиданно когда мы открываем 13 главу мы читаем следующий текст его шо состарился и сказал ему господь вот ты состарился а земли осталось еще очень много наследовать и вот эта земля которую осталось наследовать тоже причисляются различные части этой земли в частности до границы с филистинлянами на западе и до границы с египтом на юге и след за этим говорится на самом деле след за этим здесь делаем маленький небольшой прыжок книгу судей я тут не привел текст текст большой но если мы читаем первую главу книги судей книги шоким то мы выясняем что в общем как бы уже после смерти ушло происходило завоевание с достаточно таким переменным успехом более того большинство колен израиля на своих территориях не смогли и не захотели изгнать хананеев или уничтожить их с ними наоборот заключались союзы и даже браки только лишь колено иуды преуспела в этом то есть если мы вот смотрим как бы некоторым взглядом макро то мы видим что есть 2 2 модели 2 2 сценария конечно же можно тут же сказать это также точно как с рассказом о сотворении а есть два рассказа о сотворении всегда можно попытаться сказать что они комплементарны друг по отношению другу что один дополняет другой что из одного мы учим нечто о другом также точно и здесь можно сказать что дав как бы вот в этой 11 главе было сказано что вся земля была завоевана его шо в соответствии с обещанием всевышнего а потом объясняет что на самом деле не совсем вся осталось еще много чего завоевывать и этот процесс затянулся надолго еще аж в эпоху судей уже после смерти и уж проблема заключается в том что как и в случае с рассказами о сотворении мы сталкиваемся не просто с комплементарностью рядом противоречий тексты не совсем сопрягаются друг с другом они говорят разными голосами и рассказ очень сильно отличается опять же лёнин а лука говорится шары амидраж брата толкования амидраж и никогда не запираются поэтому всегда можно попытаться истолковать но все-таки противоречия остаются что я вам сейчас под конец вас покажу одно из таких противоречий дальше мы уже будем читать в следующий раз и обсуждать смысл этих противоречий откуда они берутся и что за этим может стоять но вот первый мы сейчас говорили об иерусалиме и вот вопрос когда кем как и когда был завоеван иерусалим вот мы читаем читаем о том что вот те цари которых победил юшуа и среди этих царей у меня пока прошу прощения неправильная ссылка исправлю это не 13 глава ошибся вот среди тех кого не ушел захватил был царь иерусалима 15 главе книги ушел выясняется что жителей иерусалима и усеев сыновья иуды не смогли изгнать и и вплоть до сегодняшнего дня до такого сегодняшнего мы сейчас говорить усеи продолжают жить в иерусалиме вместе с сыновьями иуды с другой стороны в книге шофтим говорится что сыновья иуды воевали в иерусалиме захватили город и сожгли его огнем и тут же почти на одном дыхании что жителей и усеев жители иерусалима сыновья бениамина не смогли выгнать и иусеи жили вместе жителями с сыновьями бениамина в иерусалиме вплоть до сегодняшнего дня и наконец ишмуэля в пятой главе рассказывается что иерусалим был захвачен давидом и тогда-то и были изгнаны и в усеи значит вот когда мы читаем это подряд так то это все рассеяно по разным местам и можно и обратить внимание но когда мы читаем это подряд не может не вызвать вопроса что такое получается это иерусалим захватывался в разное время по-разному или что это и может это разные версии захвата иерусалима разные традиции о том как был захвачен иерусалим которые были какой-то момент объединены и здесь я скажу некоторые на этом сегодня закончу некоторое методологическое замечание очень важные существенное что цензура древняя работала гораздо мягче чем скажем недоброй памяти хорошо известная нам цензура советская например они считали возможным наши авторы и собиратели на основании того что есть противоречия между текстами отсекать какие-то традиции и их просто убирать даже если противоречия появлялись но традиции считались достаточно весомыми и если не священными то они приводились более позднюю персидскую эпоху автор книги девриами уже действует другим способом он цензурирует текст гораздо более жестко но в книгах ранних пророков этого еще нет план наш такой мы еще вернемся сюжету и русалиме потом поговорим про хеврон потом поговорим про тот же дверь проходцор а потом перейдем каким-то программным моментом что же за всем этим стоит в книге иошуа частности и в ранних пророков вообще этим мы будем заниматься следующие видимо еще и через раз вопросы короткие вопросы и замечания если есть пожалуйста я вас слушаю сейчас беру делать окей дамы и господа сейчас время а пожалуйста я очень большой последователь подхода различных голосов видеть различные взгляды но при этом мне сразу пришло в голову сегодняшний день и спросить своем иерусалим или завоеван если завоеван то как я понимаю что говоришь я понимаю что вопрос это просто параллели просто мы бы может быть ожидали бы в таком случае что нам было бы сказано что иерусалим пытались завоевать но завоевали не совсем не до конца остались это как бы к некоторую хочу сказать что ожидали бы может быть некоторую логичную логическую цепочку и последовательность этих утверждениях а так они рассыпаны и казалось бы вступают в лобовое противоречие друг с другом я понимаю то что говоришь да еще до миша смотри на протяжении длинные истории российского государства русские войска по четыре раза брали берлин но он так и не стал я чувствую на что нас потянуло на аналогии я понимаю я все это понимаю это не отвергаю но меня интересует как с этим живет текст как текст живет с тем что он сообщает нам некоторые противоречащие друг другу вещи и почему будем заниматься в следующий раз это понимание как бы скажем понимание организма текста большей степени чем-то историческая реалия которая за ним стоит потому что как я уже попытался вам сказать в первой половине сегодняшнего занятия что здесь мы в общем на довольно зыбкой почве находимся какие-то вещи находят своего подтверждения какие-то вещи не находят своего подтверждения значит можно занимать более как бы такую максималистскую позицию приятия можно занимать более минималистскую позицию между ними тоже есть всякий спектр но в целом как бы попытка та попытка которую попытались произвести те надежды которые питали археологи подобные оброй туру лану диво и другим в общем они как бы себя не оправдали потому что результате также точно как и с точными науками намного раньше так и здесь пришли постепенно к тому выводу что не следует для рэв минши лоба мино значит есть она есть современная историография и археология у них есть конечно точки соприкосновения но пытаться их наложить друг на друга как контурной карты это значит как бы не очень хорошо проходит по камере не приводит к желанным может быть результатов можно ли сказать что чем древнее события текста тем как бы цензура на просто менее возможно поскольку нет такой документированности нет такого каких-то возможности проверять и уточнять я это как бы играет роль как бы дополнительности всего то есть такое мнение такое мнение такое мнение все эти захваты иерусалима они все как бы в ком-то смысле совмещают а вот позже ну и уже не говоря в советское время когда есть возможность все это это записывается все это фотографируется есть много документов то тут как бы сужается возможность как бы не знаю я не знаю смотрите текст эти создавались конечно значительно позднее тех событий которые они описывали это в основном собирание традиции тексты не создавались в момент совершения событий свое время существовало как бы мнение предположения что большая часть этих текстов ранних пророков создавалась во времена давида и шлома в основном что но сегодня это теория в основном отвергнута и пересмотрена предполагается что тексты создавались все-таки значительно позже вот и как бы эти редакторы авторы которые эти тексты собирали они в общем в каком смысле относились к этому воспользуюсь таким выражением бахердат кодыш они не считали возможным для себя кромсать эти эти тексты теперь более позднюю эпоху персидскую эпоху когда меняются некоторые представления меняются приоритеты и цели главное цели цель автора деврия мим совершенно другая он скажем стремится представить например давида как абсолютно идеального героя которого не может быть никаких недостатков поэтому он не стесняется убирать все то что каким бы то ни было образом может порочить биографию давида вот так что я не знаю связано ли это с вопросом доступа к тем или иным материалом скорее вот как бы с некоторыми системы приоритетов как археология сочетается с греками ну смотри я сейчас не во первых это не совсем все таки моя компетенция вот я не очень хочу это влезать но в принципе если имеешь ввиду троянскую войну ну известные раскопки шлимана которые происходили вот и тоже всякие попытки подтвердить опять-таки какие-то вещи я думаю что более-менее дело обстоит аналогично какие-то вещи были подтверждены на наличие трой факт что она была разрушена это не значит что теперь как бы гумер или ада должна стать настольным настольным учебником по истории греко-троянской войны думаю что когда речь идет о такого рода текстах в общем на результат в целом будет более-менее один что есть какое-то историческое зерно какая-то историческая память на зерне отразившиеся но сверх этого есть много разных наслоений которые уже как во первых наслоение а вторых опять же некоторая система приоритетов концерансов гумера это тоже изображается как не только как война людей на и как война богов есть еще какие-то вопросы замечания короткие есть и большие идеологические рассуждения но это не маленькие вопросы поэтому я молчу но если просто в одну фразу сказать такой совершенно как бы не то даже не специалист а вообще наука она важна для тех кто и занимается делает степени ну как бы это это профи понимаешь drive drive это мифы это танах это драйв это то что движет человеческими душами и в конце концов воплощается в истории это то что делает история я совершенно халилы я как бы не отрицаю как бы науку понимаешь но как бы очевидно мы видим эту историю современного израиля танах двигал душами людей сто процентов я подписываюсь под каждым своим словом добавлю что верно конечно что научные дисциплины в первую очередь интересуют специалистов факт заключается в том что они интересуют не только специалистов они интересуют и любителей которым это интересно конечно я приведу один один пример под завязку я очень люблю меня всегда такой каждый раз по-новому волнует этот пример когда-то мне пришлось посещать лекции исавеля к ноля еврейском университете и вот на одной из этих лекций сидел человек совершенно харидимного вида и после лекции он подошел именно ко мне уже не знаю почему он меня выбрал может быть потому что человек кипе но там был не я один может потому что я задавал какие-то вопросы к нолю там пацан включен ко мне подошел и так осторожно осторожно спросил скажи пожалуйста не испытываешь какого-то неудобства когда ты слушаешь эти вещи ведь все таки то что он говорит достаточно проблематично я бы предпочел бы что что это что такое что пишет например муж и давид косу я ему ответил ну смотри смотри в конце концов тебя же никто не заставляет сюда приходить если ты чувствуешь здесь себя дискомфортно ты же можешь уйти почему же здесь ты здесь остаешься на это он ответил я никогда не забуду его глаз и голоса а он ответил с болью с некоторой потому что это невероятно интересно что процентов я думаю что нехама полностью согласна она она единственная из нас тех которые реально копает сейчас серьезно сейчас секунду просто заболеваешь этим невозможно остановить окей ну вот копальщик есть да серёж мы тебя слушаем вопрос такой исход из египта и все троянские события происходили примерно в одно и то же время как можно соотнести археологию которая соответствует троянским событиям и нашим событиям в количестве в количественном отношении что значит количество отношений количество а что мы считаем что значит количество отношений количество артефактов которые соответствуют данному я опять же во первых я четко я уже сказал что я несколько не специализировался никогда и специально не изучал греческую археологию связанную с этими событиями и знаю о ней в общем более или менее общие вещи поверхности я не могу сказать как то количественно сопрягается но я еще раз говорю ситуация такова что когда некие тексты которые как на тан справедливо отметил имеет мифологическую природу я не буду уже повторяться что мы подразумеваем здесь под мифом это обсуждали пытаются ученые и не ученые наложить на те или иные научные открытия один и тот же что-то подтверждается что-то нет значит желание подтвердить все как правило терпит крах потому что это не те тексты которые это это все та же область то раума да это свое время мне пришлось читать книгу известную свое время в барланском университете была издана такого профессора натана а везера называлась в начале на разных языках вышла и там он тоже вовсю старался значит вот как бы соединить рассказ о сотворении мира с данными науки он физик ну как бы он сам пишет мне как результат это тоже результат ну хорошо но он пишет мне как человеку это важно ну если важно тема интересная необъятная и очень сильно по моему задевает всех в особенности тех которые по какому-то внутреннему призыву что не занимаясь раскопками в израиле внезапно советского союза приехали сюда что непонятно по какой причине как раз логично было на то время оставаться там кстати если кто-то заинтересован не я говорю я не хочу выступать антикопателем что ты можешь ты иногда пропадаешь когда ты говоришь если кому-то нужно когда там феврале например если кто-то заинтересован могу на раскопки куда на раскопки куда есть там некоторый город около эрихона в районе рейхона про который огончательно непонятно относился к израилю и в общем его он очень интересный большой и вы уже там 3 4 сезон были раньше добровольцы из америки приезжали в большом количестве а теперь из-за короны может быть и не будет поэтому и ты в этом участвует потому что прошлое как-то там получилось в этом году я еще там это самое есть еще одни раскопки которые ты наша надежда в копатель я спросил у кулиякова он сказал нет люди платят за это большие деньги небольшие какие-то деньги чтобы их им разрешили покопать понятно спасибо я единственное что чтобы закончить наше сегодняшнее обсуждение скажу еще такую вещь как бы я думаю это это конечно такое немножко под завязку политическое утверждение но все-таки важно это озвучить после того что натан сказал что что действительно право евреев нас нас наше право жить на этой земле которая вытекает из канаха ни в какой степени не может и не должно зависеть от того будет ли что-либо подтверждено на местность или найдет на хамы или нет найдет на хамы или нет во всяком случае мне важно озвучить окей хорошо ну хорошо это хотел сказать что на иврите вообще тех кто знает есть лошон уфер лошон игра слов слово хофер на иврите это вообще копание она имеет двойной смысл такой известный стикер хофер это вообще человек который грузит кого-то это тоже надо заметить я димхалиф археологи уже не понимают я тебе скажу точно одна моя знакомая говорит которая учила да да конечно у нас тут главный игрок был который научался я не ссори давайте дадим ему слово во-первых большое спасибо за лекцию я совершенно случайно узнал в этой лекции сказал вау это то что я ищу во-вторых я абсолютно не согласен с Натаном мы немножечко общались с Давидом на эту тему я сказал меня это интересует не в смысле прошлого а в смысле будущего чтобы понять в каких рамках ивраизм может эволюционировать для этого я должен понять как эта вся система создавалась поэтому мне важно знать каким образом составлял Сатана вот мы этим и будем заниматься в следующий раз на примере книги Йошуа окей оставайтесь на нашем канале оставайтесь с нами оставайтесь на нашем канале большое спасибо все слушатели Раба Искака пожалуйста посещайте нас в следующий раз и следующие и пожалуйста участвуйте в наших здоровых разговорах а кто их привел я поставил линт и сказал заходите будет интересно спасибо всем спасибо огромное очень интересно да потряс спасибо спасибо Давид потряс всем счастливо пока все будьте здоровы спасибо пока пока пока